Итак, всем привет, с вами Довгай, и мы продолжаем играть в Херцварен 4 с модами Ленем Дам за Францию. В прошлой серии мы провели такую неплохую операцию по захвату Африки. Очень много стран Северной Африки мы захватили, в принципе можно сказать, что мы восстановили наши бывшие колонии, даже чуть побольше. И теперь мы планируем выездку в Индонезию, которая заступилась за африканские страны. И затем мы также покараем за это и Мексику. Поехали! И вот наши боровые солдаты поплыли. Флот Индонезии я не понял где. Вроде где-то здесь плавает что-то, но мы его не встречаем нашей вот этой группой. И присутствует у нас здесь, я так полагаю, 100%. Да, 0 кораблей здесь. Непонятно где они прячут свой флот. Кстати, насчет гениальных путей. Вот это вот вы видите, да? Без того, чтобы просто высадиться здесь. Они такие подумали, а почему бы нам не обогнуть, не посетить все местные достопримечательности. Успешно мы высаживаемся. Займем сейчас здесь порты. И все, в принципе, у нас отлично. Еще из севера, наконец-таки, доезжают эти войска. И мы сразу берем столицу. Забрали мы их в аэродром и сразу же перебрасываем сюда авиацию. Сейчас все пойдет еще легче. Еще мы тут повышаем, что делом, расходы на здравоохранение. Не только на войну мы тратим деньги, но еще и на полицейское государство. Тоже полезная вещь. Плюс еще можно управление лучше централизировать. И при всем при этом мы все еще остаемся в плюс 14 миллиардов. Которые мы в будущем потратим на ракеты, я полагаю. Вот репала нас, по крайней мере, по времени эта выстка в Индонезию. Пришлось высаживаться и сюда, здесь и здесь. В общем, очень напряжно получилось. Но в итоге, в принципе, без проблем. Потери, как вы можете видеть, у нас практически нет. По этой простой причине, что везде мы здесь использовали авиацию после самого начала войска у нас тоже везде с танками. И бронированные, соответственно. Так что Индонезия впала. Теперь время Мексики. Между делом, тут у нас еще был один казбель по пути. Можно было бы его сделать. Так и сделаю. А тут захватим Кубская Ферка. Наконец-то войну вступит. И захватим Джабути. Потому что можем. И пока что наши войска плывут на запад. Следующая наша точка назначения это Доминиканская Республика и Гаити. Захватим мы вот это вот по фокусу нашему прекрасному. И уже отсюда будем высаживаться в саму Мексику. И вот у нас войска на позициях. Плот тоже. И мы поплыли. Тем временем у наших войска доплывают остальные. И наконец-таки у нас уже готовится следующая армия. Для второй нашей армии. Еще 18 дивизий у нас будут наконец-таки развернуты в будущем. Выска проходит без особых проблем. Все-таки мы намного более технологически продвинуты. Плюс войска наши, конечно, уже проверенные боями. Шла наша высадка. Снабжения здесь несколько не хватает. Но я думаю, должны наши войска справиться. Кроме того, надо срочно сделать вот так. Ну, в принципе, да. На два региона пускай пойдет. И высадка сразу становится намного веселее. Вместе с этим наша вторая армия высаживается чуть дальше. И по плану сейчас обрежет линии снабжения этим мексиканским войскам. Могли бы мы полностью здесь плосдарм занять. А также, наконец-таки, аэродром. Это значит, что с поддержкой авиации и флота мы сейчас должны без вообще каких-либо проблем начать жестко продавливать Мексику. Здесь мы, кстати, тоже потихоньку плосдарм наш выбиваем. В Эфиопии этим временем там набрались просто какие-то невероятно космические долги. Я не знаю, у США там сколько? 11 тысяч. Пятая часть долга США, у Эфиопии. Не просят нас помочь, но давайте им поможем. Потому что космический просто долг. Хотелось бы, чтобы они как-то его смогли подвыплатить когда-то. Хотя вряд ли это получится. А вот и настал конец Мексики. Даже не знаю, захватить или просто выделить. Еще подумаю. Но пока точно нам стоит вернуться к Африке, я думаю. И закончить то, что мы начали. Забавный факт, мы же все еще в ЕС. Так что у нас космические выросли взносы из-за наших выросших доходов. А еще... Теперь Евросоюз практически... Вот, население считается Евросоюза 1 миллиард практически. И как мы можем видеть... Вот, мы 66%. Если бы там можно было... А может там и можно, но мне просто впадло... Этим как-то пользоваться, то мы бы имели большинство просто за счет нашей Африки, Индонезии и Мексики. Начинаем мы с Севмавритании. Тут же у нас авиация, конечно же. Куда мы без нее? И продолжим здесь различными африканскими странами. Но я все-таки решил, что стоит Мексику выпустить. По той простой причине, что это все-таки более-менее цивилизованное государство. Я имею в виду технически развитое. А здесь мы как бы возвращаем наши колонии. Поэтому, я думаю, на американском Динейте мы будем только марионетки иметь. Как и, в принципе, наверное, где-то в Азии. При этом Индонезию, допустим, и Индокитай вполне себе как колонии можно было бы оставить. Ну и в большинстве страны мы, в принципе, сопротивления тут уже не встречаем. Наверное, здесь вот будет, потому что здесь у нас какая-то космическая промышленность. Но я не очень уверен, где она и что это. Очень странно выглядит такая цифра. Тем более, что в военных заводах практически нет. Вот здесь вот у нас каких-то 59 заводов. Непонятно. Вот здесь вот. Но здесь Гран-США, поэтому пока что мы вступать не будем. Все-таки, чтобы бояться НАТО, это надо воевать сразу и в Европе в очень многих местах. И в Америке. То есть, отложим это пока на потом. Занимаемся также высадками в Вьетнам. Здесь у нас какие-то проблемы. Проблемы сейчас будут потоплены, я так полагаю. Вот их кораблей мы находим. Он не пытается. Вот так мы сделаем и высадимся. Ну, конечно, наш флот без проблем потопил, как только мы его вернули сюда. Вьетнамский флот очень староват. И мы сейчас вернем весь наш Индокитай. И параллельно мы не теряем времени и продолжаем экспансию в Африке. У нас здесь, конечно, даже не полный фронт, но с учетом нашего авиационного присутствия и технологического, я думаю, мы без проблем справимся. Нам, кстати, предлагают филиппины Валензеяц. Собственно говоря, почему бы это не сделать? Только между всеми этими вариантами надо найти нужд. Вот мы и нашли. Несмотря на то, что сейчас у них идеология не совсем наша, мы это поменяем. Кстати, в эту войну в России с Китаем еще включилась Япония. Забавно. Здесь еще всякие страны в Азии тоже вступились. Давайте посмотрим, что там по потерям вообще, мне интересно. Россия 650 тысяч, здесь 500 тысяч у Китая. А японская? Она отделена. Странно. Очень странно. Вот так, русско-китайская. 600 против 500. Интересно, что плоскость у Японии хорошая, и забавно, что она ничего не делает просто. Так, с капитуляцией Вьетнама мы можем приняться за Алаос и Камбоджу. Забавно, профсоюзы потребовали, чтобы увеличить социальное обеспечение. Это потратит 10 миллиардов, конечно же, нет. Удачи вам, ребята. И вот мы, наконец, присоединяем последнюю колонию бывшего Инда-Китая. И параллельно здесь уже гонка практически тоже наша. Пока что проект реколонизации идет очень успешно. А вот гонка и капитулировала, наконец. С этим пока что этот этап закончился. Мы продвинулись еще дальше в Африке. Мы наказали Мексику и Индонезию за то, что они хотели нам помешать. Мы вернули наш Инда-Китай. У нас теперь очень много везде морских бац. Как бы двигаться можно куда угодно. Я думаю, что я выберу какую-то сторону в этом конфликте, скорее всего. Потому что стоило бы его завершить. Также стоило бы, возможно, и Японию как-то что-то с ней решить. Здесь уже обезопасить свои территории. И затем нам останется лишь разобраться с НАТО. И, в принципе, можно сказать, с Евросоюзом. Я пока что здесь тихонечко поднимаю евроскептицизм, чтобы люди выходили. Выходит пока что только Дания. Еще не вышло, но там два года это требует. Но потихоньку мы ослабляем этот блок. И наш собственный блок потихоньку поднимается. У нас уже все-таки в стране больше 700 где-то сколько здесь? 760 миллионов населения. Мы приближаемся к миллиарду. Причем почти все это наши колонии. Ну что ж, серия подошла к концу. С вами был Дабгай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока.